МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу персональный акцент. Проект изменения Конституции Республики Молдова, предусматривающий, что генерального прокурора страны будет назначать президент, был принят сегодня в парламенте в двух чтениях. Инициативу поддержали 84 народных избранника. Согласно внесенным поправкам, генерального прокурора будет назначать президент по представлению Высшего совета прокуроров на основании открытого конкурса. Аналитики и политические комментаторы склонны усматривать в этом факте рождение некоего нового политического процесса в жизни Молдовы, но высказывает свои мнения с осторожным оптимизмом. Мне бы хотелось получить еще и юридическую оценку происходящего. Поэтому у нас в студии юрист со стажем, адвокат и доцент университета Константин Стеря Павел Медриган. Здравствуйте! Добрый вечер! Сегодня, еще раз повторюсь, парламентское большинство проголосовало за внесение изменений в Конституцию, и отныне президент будет назначать генерального прокурора. Вот Ваша оценка тому, что произошло сегодня в парламенту, вот оценка этому решению. Ну, во-первых, мы так часто критиковали парламент, что, пожалуй, впервые за долгие годы, когда такой кворум, 80 с чем-то депутатов проголосовали за изменение Конституции. Я почему-то говорю, потому что в Конституции еще много статей следовало изменить, чтобы как-то побыстрее процесс пошел, и полномочий, и так далее, и так далее. Поэтому, в самом деле, давненько мы не видели такой единодушии в парламенте. Что касается новых полномочий президента, я оцениваю тут несколько нюансов. Первое. Все-таки мы получили внушительную сумму денег от наших внешних партнеров для реализации, это реструктуризация изменений в законодательстве о прокуратуре. Солидные деньги. И вот вроде бы кое-что провели, но остался последний такой рвок именно назначений. Потому что здесь много дискуссий было, парламент или президент, кто, чего. Вот этот последний рубеж, как бы, мы можем сказать сейчас, что да, закон о прокуратуре как бы изменен, внесены новые изменения, и мы как бы выполнили условия с нашими внешними партнерами. И вот это следующий этап, что уже возвращается какое-то доверие, и что нам не просто дают деньги, а мы уже способны как бы что-то начинать и потихоньку более-менее завершить. То есть доводить до логического завершения. И вот это другой момент такой позитивный, можем сказать, что, ну, немножко с опозданием, но тем не менее, раз обязались, мы это выполнили, поэтому можем приступить и к другим реформам. Ну и третье, я думаю, что для господина Дадона, как, я не сомневаюсь, будущего президента, потому что есть еще процедура конституционного суда. Все же таки это такой бонус, что это не символическая фигура, как много говорили, что он там имеет ограниченность. Вот еще одно полномочие, которое, конечно, оно под разными условиями, потому что, как вы подметили, это высший совет прокуроров предлагает кандидатуру, но тем не менее, все же таки, все эти документы будут лежать на столе президента. И президент, исходя из своих полномочий и своей информации, потому что, знаете, у нас было много решений, в том числе конституционного суда, о безопречной репутации некоторых руководителей. Поэтому президента, имея какую-либо информацию в отношении того или иного лица предложенного, он имеет право сказать свое слово. Я думаю, было бы правильно, если было бы предложено президенту не одного кандидата, а двух, чтобы президент одного из двух, это было бы еще шаг вперед. Но и на том спасибо, что есть сегодня. Поэтому мы можем это оценить, в самом деле, сдержанно, потому что второй раз, или, говорим, по второму заходу уже президент ничего не может делать, по закону говорим, он должен согласиться с этой кандидатурой. То есть вы согласны с тем, что говорит Андриан Канду, что у новоизбранного президента, то есть есть возможность только один раз? Как бы отказать. Иначе таким образом уже происходит нарушение регламента. У председателя парламента господина Канду другая проблема. Ему бы не хотелось, чтобы много полномочий дать президенту, потому что у президента много обещаний, у него большой спектр обещаний и инициатив. И он не хотел бы сегодня дать инициативу такую большую президенту. Напоминаю о том, что мы все же таки парламентская республика. Поэтому то, что говорится, что если я не захочу, не подпишу и так далее, конечно-то надо более сдержанно, потому что мы все же таки должны действовать в действующих рамках законодательства. Поэтому я думаю, что парламент хочет какой-то баланс между полномочиями президента и теми инициативами и полномочия парламента, потому что мы все же таки парламентская республика. Ну и второй, конечно, очень важный вопрос возникает. Кто-то работу прокуратуры как института власти, кто будет проверять и как? Ведь же все же таки... Вопрос контроля и качества... Конечно, мы не говорим о том, что президент или парламент может там вникнуть в какие-то конкретные дела. Но любой государственный орган, он должен быть оценен как-то. Начиная от президента, да, соблюдение законной эффективности. Мы же платим деньги, мы налогоплательщики. Как будем оценивать работу? Да, пусть будет назначенным президентом. А вот рычаги, посмотреть, как они работают. Я вам дам несколько примеров. Где эти дела по аптекам? Помните, несколько лет назад канули в лето. Где дело по врачам, эти тендеры и так далее. Помните, начиная от министра здравоохранения, аресты там 10-12. Еще много-много дел, которые прокуратура куда-то делала. Во всяком случае, общественность не видела окончательное. Но мы же знаем иногда, что арестовывают людей, Бекчев, Шарбан. Арестовали людей определенное время, а потом оказалось, что они не виноваты или вообще незаконно все это. Мы хотели бы... И восстанавливали в должностях, и снова они на месте. Конечно. Мы хотели бы, чтобы был этот механизм контроля. И если мы говорим, парламентская республика может парламент, парламентская комиссия по безопасности, или в какой-то степени президент через Высший совет безопасности, в который входит и генеральный прокурор. Чтобы сказал господа, понимая, что мы все независимые, но независимые от кого и от чего. Если мы все должны в упряжке все работать на благо нашего государства. Поэтому я думаю, что президент имеет определенные рычаги в целом об эффективности работы каждого государственного института. Мы не говорим о прямом контроле, а вот эффективность, потому что мы в последнее время куда ни ткнем нарушений закона. То задержали там пачку 20-30, то вот вчера-позавчера. То есть столько событий и столько накопилось в обществе, что эффективность такого важного государственного института, как прокуратура, очень важна. Поэтому, дай бог, дай бог, много будет зависеть и, конечно, от личности будущего генерального прокурора. Ну вот отчасти на мой следующий вопрос уже, так сказать, вскользь ответили. Речь идет о характеристиках будущего генерального прокурора. Игорь Дадон четко обозначил свою позицию. Все кандидаты, которые сейчас претендуют на пост генерального прокурора, так или иначе, все эти годы находились при генеральной прокуратуре или в составе генеральной прокуратуры. То есть были частью правящей системы, были тем или иным образом вовлечены в то, что происходило. Игорь Дадон выступил за проведение нового конкурса, где можно было бы, наверное, обозначить ту или выбрать ту кандидатуру, которая бы отвечала требованиям времени или требованиям к качеству соискателя. Вот как здесь быть? Ну конечно, мысль правильная, потому что все эти кандидатуры, они уже много лет в составе самой прокуратуры. Они друг друга знают. И я как бывший прокурор могу сказать, что одна треть прокурорских работников Кумовя между собой, родственники учились вместе. То есть они в таких близких отношениях и сформировалась определенная каста, надо так сказать. Поэтому там помимо генерального прокурора надо посмотреть и другие должности и функции, потому что одному генеральному прокурору не под силу. Ему надо прийти в самом деле и с какой-то командой. Новый дух, если можно так сказать, и отношение к своему делу. Что касается этого, да, мы давно говорим, чтобы какой-то конкурс был, чтобы была личность, не совсем которой она была политизирована или не работала в интересах той или иной партии. Это первое, чтобы не было под влияние. Даже где-то предлагалось, чтобы как бы партии, почему перешло к президенту, да, чтобы партии в парламенте не сговаривались, это мой, это твой, как было до сих пор. Не делили. Не делили эту должность. Поэтому пожелания господина Додона можно понять, потому что, во-первых, можно было расширить список кандидатур, да, не просто шесть, но начнем с двадцати. Начнем еще какое-то предварительное, может, и гражданское общество как-то. Хотелось господину президенту, видимо, будущего, человека безупречного, но в то же время скажу, что, конечно, человек, который не работал ни одного дня, ни одного года в системе прокуратуры, это тоже непросто. Я, как бывший прокурорский работник, я знаю, что когда человек приходит из другой системы, такой эксперимент был, когда господин Балабан пришел из СИСА, пришел генеральным прокурором, поэтому есть много нюансов в каждой структуре. Конечно, чтобы он имел определенный опыт, но для меня важно, и я, когда обсуждалась эта реформа, я предлагал такой механизм, чтобы не этот консилиум прокуроров, а общее собрание прокуроров, потому что есть люди, которые имеют авторитет среди профессионалов, я скажу, и в прокуратуре не всегда на те должности те лица, которые более компетентны или более, которые следуют букве закона, иногда более угодные. Мы смотрим, через несколько лет он уже начальник какой-то заводелом или там управления и так далее. Вы сами говорите, в прокуратуре тоже есть признаки куматеризма. Поэтому, если бы было на общее собрание всех прокуроров, я думаю, это был бы шаг вперед, а вот из этих, которые кандидатур, можно было как бы фильтром, какой-то фильтр, чтобы посмотреть именно это прошлое и деятельность каждого из этих лиц. В какой он должности был, чем он занимался, какова позиция, сколько дел рассматривал. То есть, сама идея, я думаю, что она заслуживает внимания, но захотят ли сейчас обратно, вот этот вопрос. Ну вот, давайте предположим такой сценарий, что вот на отказ новоизбранного президента, уже после наукрации, когда он решает судьбу генерального прокурора, и вот на его отказ назначить генеральным прокурором ту кандидатуру, которую ему предлагает Совет Прокуроров, уже прозвучала такая оценка спикера парламента, что, ну, возможно, парламент сможет отстранить или там посредством импичмента новоизбранного президента. Возможно такой сценарий? И что гласит по этому поводу закон? Ну, во-первых, мы бы хотели, во-первых, юристы, да, не знаю, насколько они в юридические вопросы, мы бы хотели, чтобы эта перепалка не была. Есть множество возможностей все это согласовать, и у президента, у будущего президента, и председателя спикера. Надо собраться в какой-то комнате до хрипоты, но это не надо, потому что есть разные толкования. Конечно, парламент не может, как бы, из должности президента, он общенародно избран, и в законе говорится, что это только референдумом, поэтому эти все это выражения... Еще раз говорю, сейчас начнется вот это определенное соревнование, кто инициативу владеет президент, который он в самом деле намерен и уже говорил о том, что хочет изменений по всем фронтам, экономические, социальные, правоохранительные, в том числе судебную систему и так далее. И парламент, который немножко, он консервативен, и он хочет сейчас сохранить свои позиции, потому что мы парламентская республика. Поэтому вот это немножко идет, разные позиции, но однозначно парламент не может снять с должности президента, будущего президента, во всяком случае. Ну, что касается, с другой стороны, что я не подпишу, знаете, тоже ни к чему этот вакуум. Ведь же мы по закону, мы можем сейчас войти в другие крайности. Вот парламент принимает закон, а президент не промалгирует. А что дальше? Ну, мы не можем такой вакуум создавать, потому что законы принимаются для разумных людей и для того, что вступая в ту или иную должность, все принимают присягу на Конституцию, что будем соблюдать те нормы, которые там приняты. Поэтому это тоже ни к чему. Ну, что может последовать, когда, если президент не подпишет? Я не исключаю, что будет обращение в Конституционный суд. И спросим, потому что закон ничего не говорит, что президент не хочет подписать. А что делать дальше? То есть нет последующего толкования? Нет, потому что после промалгирования президентом они публикуются в монитору официал, и они уже вступают в законную силу. Но если он не подписан и не опубликован, то что они накапливаются? А дальше что? Поэтому надо очень уравновешенно, спокойно все эти моменты, без горячки. Тем более, что вроде бы есть какой-то консенс сейчас в парламенте. Я думаю, что парламент будет прислушиваться к тем инициативам Игоря Николаевича, потому что они все равно направлены на благо. В первую очередь, как было сказано, это государственность, это суверенитет, это такое равноправное наше сотрудничество с нашими партнерами, это не просто подписание что-то с закрытыми глазами, когда не читаются какие-то документы, подписывается потом ух-ях. Поэтому я думаю, что пройдет этот период, и восстановится такая деловая рабочая обстановка между президентом и парламентом. Вот вопрос такого рода. Тот факт, что президент будет назначать генерального прокурора, укрепляет, на ваш взгляд, президентскую власть или укрепляет статусность прокуратуры? Ну, конечно, статусность прокуратуры, потому что он назначается не в результате торгов. Мы видели несколько лет назад, это 2010 год, якобы кому-то чего-то продал должность или что-то. И этот консенс, который, он очень негативно. Мы, это список, эти приложения, этот мой, это твой, нельзя, и все признали, что это неправильно. Тем более, председатели высшей судебной палаты и так далее, и так далее. Это недопустимо в правовом государстве. А президент, это он один. Поэтому, я думаю, укрепляет позицию президента. Тем более, я не исключаю, что будут и другие изменения, в том числе в Конституции, которые укрепят позицию президента, потому что он часть исполнительной власти. Иногда надо побыстрее решать. Поэтому, я думаю, что это есть шаг вперед. И аппетит некоторых политических партий, даже поменьше, там шантажировать, блокировать что-то, он спадет. Есть президент, он своей рощерком пера решил вопрос, и надо работать дальше. Наши телезрители спрашивают, почему, тут уже переходим к другой теме, Конституционный суд медлит с признанием результатов президентских выборов. И когда ждать присяги избранного главы государства. Но мы с вами продолжим разговор буквально через короткую рекламную паузу. Время пройдет быстро. Многим не нравится то, что мы пишем правду. Это факт. Но она обязательно должна дойти до читателя. Это наш главный аргумент. Аргументы и факты. Достоверна Аглавна. Оферта есть валабила пына по 30 ноембрия. КОЛЕКЦИЯ НОА АРИДОН 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 они не просто так, у них есть информация, потому что если были бы нарушения, и глава этих государств не поспешили бы поздравить господина Дадона как будущего президента. Поэтому я думаю, что они решили немножко замедлить, чтобы прошла вся процедура, было и решение суда. И второе. Потому что они могут обжаловать еще в высшей судебной палате. Будут эти решения. Это сроки довольно короткие от 3 до 5 дней. Я думаю, что за дней 10-12 плюс-минус будет результат и Конституционный суд вынесет свое решение. Проблема с голосованием молдавских иммигрантов. Вот то, что заявляют сторонники проигравшей стороны. Но сама проблема возникает не первый раз, не первый год, тем не менее остается нерешенной. Вот как вы видите выход из ситуации? Станет ли, например, спасением для будущих выборов введение электронного голосования или как оно еще называется? Да нет, у нас преждевременно, я будучи членом Центральной избирательной комиссии, был в нескольких странах на выборах в качестве наблюдателя. И мы были в Эстонии. Эстония это самая продвинутая страна в этом плане, в Европе. Даже специалисты из Соединенных Штатах и так далее. Вот они внедрили, там несколько ребят собралось, такой мозговой центры войти в этих технологиях. Они вот это составили эту программу, у них несколько уровней защиты, у каждого избирателя свой код, своя карточка, и они в самом деле могут голосовать с любой точки мира. но для этого надо немножко и сознание избирателей, чтобы было, и конечно защита, потому что там так построено называется ключи, одновременно три человека должны эти ключи со своим кодом, чтобы они одновременно включились, только тогда эта программа зарабатывает, то есть никто не может войти один в одиночку, чтобы там что-то изменить и так далее. Мы посмотрели всю эту систему довольно интересное, но нам до этого еще далековато. Я думаю, для нас первый шаг был бы электронный регистр избирателей, который было потрачено немало денег, был и международный проект, начатый при нас. К сожалению, на этот раз этот электронный регистр немножко не функционирует. И опять же, возвращаясь к этому вопросу, вот наши избиратели за рубежом как. И я тоже сделал анализ, было и ряд публикаций, которые анализировал, а как в другие страны. Но по-разному. Я, например, взял опыт Франции. Значит, во Франции до 31 декабря каждый гражданин, если он желает участвовать в выборах, они могут быть досрочные и так далее, местные и так далее, он должен написать заявление. И тогда его включает в список избирателей и с ним уже работает, ему направляют информацию и так далее. Кто не подал это заявление, это волеизъявление, то он не примет участие в голосовании. Это одна форма. Вот в Болгарии на последних выборах они вели обязательное участие. Как и в Бельгии, несколько стран есть в Европе, которые кто не голосует, он может быть оштрафован. Но для нас ни одно и ни другое, потому что мы еще не перешли окончательно к какой-то форме, потому что очень многие уезжают за рубежом, большая часть уезжает туда незаконно, если в других странах обязательно гражданин чтобы стал на учете в посольстве страны соответствующей. Каждый гражданин обязан, потому что для чего посольство за рубежом, чтобы работать со своими гражданами, оказывать консультации, помощь и так далее. А человек не становится на учете в это посольство. Ну как его защищать? Ну в-третьих, и в некоторых странах тоже наш анализ те лица, которые не платят налоги, потому что это же стоит деньги, да, ну конечно мы должны помогать обеспечить как бы реализации права, но реализация стоит денег, откуда? Из бюджета, но туда надо вкладывать деньги, это же это не бездонный колодец, который можно взять оттуда и оттуда. Я скажу, первый тур это около 60 миллионов леев, это деньги откуда? От стариков, от детей и так далее, мы нашли эти деньги, чтобы проводить эти выборы, но мы же не можем избирательной урной поехать в Новой Зеландии, в Австралию, на Филиппинах, где-то, что там наши граждане, надо какой-то все-таки порядок, чтобы был и со стороны избирателей, и со стороны правительства, потому что это больше входит в компетенции правительства установить избирательные участки, центральная избирательная комиссия уже со своими специалистами, логистикой и так далее, и так далее. Поэтому, я думаю, сразу после Нового года надо вернуться, потому что до 2018 года немного времени осталось опять подключить специалистов и гражданское общество. если человек помогает государству в денежном выражении, конечно, мы должны быть очень благодарны нашей диаспоре. И это не только, что вот не успели проголосовать в Италии, в Англии и так далее, а те, которые в Российской Федерации, почему-то о них меньше заботятся, почему они не успели все проголосовать. Хотя они в одинаковых условиях все желающие, к сожалению, на этот раз. Но здесь не виновата ни центральная избирательная комиссия, ни правительство, потому что и одно, и другое не руководствуются действующим законодательством и в первую очередь избирательным кодексом. А избирательный кодекс там четко указано, в какие избирательные, где создаются избирательные участки и сколько бюллетней. Там не может быть отправлено более трех тысяч бюллетней. Так что если придут пять-шесть тысяч, конечно, в этом случае надо заблаговременно предусматривать, чтобы было больше избирательных участков. Но опять же, где? Там нужен персонал, помещение, все это стоит деньги. И немаловажно это, конечно, безопасность избирательных бюллетней, транспортировка и так далее, чтобы мы не в другую крайность какую-то. Поэтому надо внести изменения в законодательстве, а так сказать, что вы нарушили право. Да, право. Но я хочу к примеру, самое большее из государств, которые проживают за рубежом, это Израиль. В Израиле граждане проживают в два раза больше за рубежом, чем в самом Израиле граждане. Они по всему свету. И причем они до сегодняшнего дня по всем странам голосуют только в посольствах и в консульствах. Это не значит, что у Израиля нет денег или они не хотят участвовать, но установлен порядок. Кстати, в Соединенные Штаты, когда были выборы, то же самое, где голосовали американцы со всего мира, посольство и консульство. Они же не создавали кругом там, где есть американцы, создавать избирательные участки. Многие страны так установили. И я хочу еще напомнить один штрих, который они не хотят вспоминать, когда был референдум по-басетску и так далее в Румынии, проголосовали только те румыны на территории Молдовы, которые были на учете в посольстве Румынии. То есть, то, что ты имеешь румынский паспорт и проживаешь в Молдове, это еще недостаточно. Если ты не состоял на учете, они не имели права. И сначала пошумели, а потом всем объяснили. Ребята, демократия это процедура в первую очередь. Ваше мнение отчасти совпадает с тем мнением, которое прозвучало не так давно в этой студии и вызвало такое двоякое отношение голосам мигрантов за рубежом. Двоякость в чем? Вот было высказано следующее. Трудно понять людей, которые, ну, возмущаются, что им не дали проголосовать. Например, в Великобритании, которые, то есть, наши сограждане попали в Великобританию по румынским паспорта и, соответственно, там никак не декларируют свое присутствие и в то же время одновременно требуют, так сказать, помочь им выполнить свой гражданский долг проголосовать. Но вот здесь возникает такая дилемма, что ли, люди уехали туда воспользовавшись своим вторым гражданством. Фактически, благодаря второму гражданству, дальше они занимаются решением своих личных судеб. То есть, где они, где Молдова? Ну, вот, может быть, какую-то норму из того, что вы перечислили, применить и в отношении этих людей? То есть, участвуешь в жизни государства, голосуешь, не участвуешь, не голосуешь? Ну, здесь, конечно, вопрос деликатный. Некоторых нельзя обвинять, что они поехали там за приключениями. Хотя многие на приключениях поехали. Мы знаем, что и многие наши студенты туда уезжают, потому что тут нету. Но, еще раз, возвращаясь к одному из признаков, которые в цивилизованных государствах. Если гражданин потерял связь с государством и не способствует, то есть, не платит налоги, то есть, один из критериев, который государство принимает меры обеспечивать реализацию его прав. Ты помогаешь государству, государство тебе. То, что до сих пор государство помогло получить образование, у нас же бесплатные до девятого класса, в садике и так далее, это мы все дали как бы за счет государства этой молодежи. Сейчас мы как бы ждем от них. Давненко был такой клич, что да, молодежь уезжает за границы, но мы их ожидаем, чтобы поднять нашу страну и так далее. Некоторые не возвращаются, особенно есть у меня знакомые Виталии, в Португалию уехали 15-20 лет, они все тут продали, никакие налоги не платят, ни в пенсионный фонд, ничего, они по большому счету просто сохраняют паспорт, своим участием они уже как-то потеряли связь на уровне государства. Родственники и так далее это все есть, они приезжают иногда, но как бы помочь и участвовать в государственных делах, они уже не участвуют, их как бы даже не интересует. Часть из них забрали туда детей, они обосновались, купили там какие-то квартиры, дома и так далее. То есть у них своя жизнь. и они даже планируют, что в дальнейшем так и останутся на пенсии и так далее. Конечно, часть они работают там официально, у них будет и пенсия определенная, большая часть неофициально. И тут ничего, и там ничего. Поэтому, конечно, многие не по своей воле, но мы должны как-то честно, потому что получается, в каком или кто в более таком сложном состоянии. Мы, что остались здесь, воюя и пытаясь поднять страну и держать. Или они, которые бросили и уехали, кто в каком состоянии. Иногда надо, думаю, часть сожалеть, которые остались. Остались и мы в таких непростых условиях все же таки пытаемся как-то выжить. Гражданский долг избирателей. ну у нас тут есть родители, есть наши могилы и так далее. Вот решили, да, тяжело, да, мы недовольны руководством страны. Но, знаете, как один международный эксперт сказал, ну что, ребята, когда течет крыша и падает штукатурка, это проще бросать свой дом и перейти в другой дом, где тепло и крыша не течет и устроиться там, потому что там уютнее. Но было бы правильно, и смотрю сейчас такая тенденция, все говорят, ребята, попытайтесь ремонтировать у себя крышу, штукатурку, делать у себя дома свой уютный дом. Недовольным руководством надо там активно участвовать теми законными методами и так далее, заменить руководство, выдвигать людей, которые способны, но взять и уехать в другую сторону, это еще не выход. Поэтому позиция моя такова, что да, мы признательны диаспоре, им спасибо, они спасли в какой-то степени наше государство, потому что без их денег было бы сложно. А в то же время, если участвовать в управлении делами или определить наше будущее, имея ввиду и руководство, и парламент, конечно, надо посмотреть, потому что жить там, не имея связи здесь и не проживая здесь, внести решающую лепту для тех руководителей, которые здесь будут с нами, нам жить, нам с нашими руководителями иметь дело. Поэтому надо деликатно собраться и решить то, я думаю, что к парламентским выборам 2018 года надо четко определить, желательно еще за год, как законодательство говорит, до выборов, посмотреть, внести ясность, если надо заранее зарегистрироваться на сайте ЦИКа, где находится, чтобы потом создавать избирательные участки, это тоже шаг был бы вперед. Их всего лишь около 4 тысяч зарубежных зарегистрировано было, хотя закон говорит, что создавать там, где есть регистрация. Поэтому надо деликатно со всеми побеседовать, с диаспорой, надо их тоже участие. Какую вы видите перспективу проведения досрочных выборов? Это Игорь Дадон, избранный президент, недавно заявил, что будет добиваться этого в 2017 году. И вот что он может сделать в качестве главы государства? Я думаю, надо попытаться, во-первых, потому что сейчас он на подъеме, он высказал ряд интересных инициатив и благодаря и голоса были собраны, потому что то, что он сказал, это государственность, это история, это язык, это наша независимость и так далее. Эти люди, особенно средний класс, который понимает, что без экономического подъема это все инициативы, это ничего не стоит, поэтому надо поднять экономику. И он предложил не только инициативу, предложил путь, нам надо опять пробиваться и восстанавливать рыночные отношения с Российской Федерацией, Беларусь, Казахстан и так далее. Начнет заработать, тогда появятся и деньги, и рабочие места, и уверенность людей, и тогда может в самом деле некоторые люди вернутся, потому что возвращаться надо работать. Другой деловой климат, другой жизненный уровень. Да, конечно, и тут закрутятся и деньги, и кредиты, и рабочие места, и молодежь, и так далее. То есть за рынок сбыта все в мире борются, и китайцы, и немцы, и все-все. Это у нас еще реальный шанс, чтобы нас там приняли даже с определенными скидками на нашу продукцию и так далее. Это очень важно. Поэтому если парламент найдет взаимопонимание по этим вопросам, потому что вроде бы и парламенту нужно что-то показывать перед нашими международными донорами ФМИ и так далее, и так далее, если они найдут компромисс, консенс по этому, пойдет дело. Если пойдет дело, то какой смысл опять выбора. Люди немножко устали от этих выборов и надо попытаться хотя бы первый год, потому что за 2-3 месяца это не случится. это, думаю, хотя бы год. Если парламент пойдет навстречу этой инициативы и не только инициативы президента, есть еще партия социалистов как субъект и парламентская фракция, у них тоже много инициатив. Если парламент, вот как сегодня пошли навстречу, обсуждали и по патентам мы видели, там инициатива тоже вроде бы прошла, тогда надо попытаться работать, а как же. А второй момент все декларации воинствующие, что мы признаем, не признаем, после решения Конституционного суда, я думаю, надо перейти уже в область практических применений, начинать всех объединять, потому что это единая наша страна, все мы граждане. если удастся будущему президенту создавать такой благоприятный климат для большинства населения, но здесь опять должна быть инициатива пути решения, инициатива пути решения, и конечно с вовлечением тех людей, которые еще остались в Молдове, их немало, я скажу, есть толковые ребята, надо их, да, некоторые не хотят в партийную жизнь, влезть, они как эксперты, как специалисты, надо им предлагать их приглашать в различные должности, не только по партийному признаку назначить начальников и так далее, поэтому если вовлекать широкие слои населения, и не только на уровне центральной публичной власти, но и местной, конечно, надо, чтобы пустить маховик, это очень важно, пустить маховик, и те скромные ресурсы, которые есть, но если их по максимуму ну как у Штефана, помните, большие дела с малыми силами, вот это если удастся климат и вот этот маховик, если запустить, я думаю, и с этим парламентом можно еще попытаться сделать, потому что ну хотим, не хотим, их тоже избрали, да, иногда нам не нравится как-то что-то, да, ну давайте, таковы механизмы демократии, а если мы начнем, нравится, не нравится, нравится, не нравится, СУЗЖОС, СУЗЖОС, мы уже прошли в 90-е годы, там по полгода работали премьер-министры, СУЗЖОС, вот это все избирательная чехарда, это и деньги, и опять людей по разным баррикадам, я думаю, что нам пора уже собраться, взяться и попытаться что-то конкретно реализовать. Ну вот так же на днях была озвучена и тема референдума об отставке столичного мэра Дарья Никертака, эту идею намерен довести до конца, вот тоже вот попытка такая, я так предполагаю, будет предпринята в следующем году, вот ваши прогнозы, удастся ли это сделать? Не удастся, не удастся, потому что, знаете, мы можем Басецку критиковать за многие вещи, а он сказал, господа, ну давайте, пусть народ скажет, я не буду опираться, если народ скажет, что меня надо уволить, то есть референдумом, мы видим, что у Киртуака он цепляется руками и ногами за эту должность, и это как-то нечестно, когда мы видим это общественное мнение по интернету, голосование, кто за отставку, там процентов 80, по-моему, у граждан, которые за отставку генерального премара, если он был бы более элементарно, более честен перед своими горожанами, сказал, господа, ну что ж, ваша воля, давайте на референдуме, если вы посчитаете, что я не справляюсь со своими должностями, со своими обещаниями и так далее, ну ваша воля, это было бы правильной, а пока мы видим, что либеральная партия, ГИМП и так далее, они там в коалиции, и от них иногда что-то зависит, а потом они якобы проевропейские, поэтому я думаю, что сегодняшняя коалиция, потому что результаты референдума в муниципе всем понятен, это однозначно будет за досрочную отставку Дарина Киртуака, а здесь очень серьезная подпитка для партийной казны, потому что здесь в Кишиневе это наиболее все предприятия солидные, мы видим эти тендеры, как все делается, мы видим строительные компании, от какой партии, это большие деньги, и земельные участки, и так далее, и так далее, транспорт, да и много, вот мы видим фракцию социалистов в консилиум, они постоянно приводят какие-то данные нарушения, ну, повсеместно, и по земельным участкам, и по рекламе, и по использованию недвижимости при мари, и решение счетной палаты, там волосы дыбом поднимаются, и ни в какую, ну, вот последние скандалы сейчас управления по питанию в детских, ну, примар должен был просто подавать в отставку в тот же день, потому что это есть муниципальные руководства, муниципальные предприятия, это чисто работа, да, его подчиненные, и оказывается, там столько лет, столько лет, это тоже не за один год, два, это целая система, люди большие, как говорил господин Медведев в связи с арестом федерального министра Люкаев, это за пределами понимания, вот, чтобы нажиться за счет продуктов для детей в садиках, это действительно за пределами понимания человечества, за пределами морали, еще, так, представляете, как это, ну, можно украсть, я понимаю, там в колхозе что-то где-то, но украсть у детей, тем более, продукты питания, ведь же, многие наши жалуются, идет ребенок в детский садок, два-три дня болеет, два-три дня болеет, то живот болит, то чего-то, вот, оказывается, иногда, и здесь, конечно, и медицинские службы, и повара, и так далее, и так далее, это комплекс, значит, был отсутствие контроля не только по линии обеспечения продуктов, но и приготовления пищи, и так далее, и так далее, поэтому это все в компетенции генерального примара, который мы видим, если или он знал, или не знал, потому что многие там члены либеральной партии, потому что, как у нас обычно, хочешь быть начальником, надо вступить в партию либеральную, да, вот посмотрите, все эти строительные компании, другие должности, там транспорт, дороги, и так далее, все это члены либеральной партии, Поэтому, конечно... То есть у вас такой негативный прогноз относительно затеи референдума по отставке столичного? Я за. Но смотря реальные, как там в парламенте силы на сегодняшний день, пока невозможно, потому что я высказал сомнения в отношении судебной системы сегодня. Если бы судебная система была более-менее независима, я думаю, что решение давно было бы организовать этот референдум. Да. Спасибо. Время поджимает. Спасибо огромное за этот разговор. Я думаю, что мы неоднократно будем встречаться в нашей студии и продолжим такую неспешную и в то же время весомую юридическую беседу по тем или иным вопросам. С удовольствием. Будем ждать вас. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был доцент университета Константина Стери Павел Медриган. Следите за эфирами. Будет интересно. Всего доброго. Продолжение следует...